Каспийск всегда славился дружелюбием. Именно здесь, в мире и согласии, проживают представители самых разных конфессий, одни из которых – это православные христиане. За последние несколько лет после смены руководства города для духовной жизни прихожан произошли значимые положительные изменения. Одним из важных событий является возведение часовни на русском кладбище. Идея строительства часовни на христианском кладбище в нашем городе, она давно существовала, но это было желание общины нашей христианской. Это традиция такая, правильная традиция о том, что на том месте, где похоронены наши близкие, совершать молитву. Теперь эта идея стала воплощаться и с приходом главы Бориса Ивановича я ему эту идею озвучил, попросил его об этом, он поддержал. И вот сейчас эта идея воплощается. Преобразился и сам храм Казанской иконы Божией Матери. Благодаря меценату был произведен ремонт, а на стенах появились росписи, которые наглядно выражают основы христианского вероучения. Это иконы и сюжеты из Библии и жизни описания святых. И он не является ни нашим прихожанином, ни даже он исповедует другую религию. Но очень приятно, что этот человек вот так отнесся к нашему храму, к нашему приходу. Он даже не является коспичанином. И благодарим его, и молимся о его здравии, его близких. Потому что была тоже, опять-таки, мечта, чтобы храм был расписан. Иеромонах Иоанн замечает положительные изменения и в самом городе. Преображение дворовых и общественных территорий, по его мнению, делает жизнь горожан и гостей муниципалитета еще более комфортной. Недалеко от храма, это Ленина 20, буквально напротив церкви. И была такая заброшенная территория, заросшая кустарники. И однажды, прогуливаясь с моим другом, он говорит, вот если бы здесь привести все в порядок, как было бы хорошо. И прошло несколько лет. И вот сейчас, буквально я вчера проходил там, думаю, как хорошо сделали. И нужно посидеть, отдохнуть, и детям там погулять. И арку подсветили. В прошлом году мотоклуб «Ночные волки» передали Каспийскому храму икону святого праведного Федора Ушакова, где находится часть мундира святого воина. Он считается покровителем русского военного морского флота и примером пламенного служения Богу. По словам иеромонаха Иоанна, им выпала честь получить такой ценный подарок, так как в наш город дислоцировалась Каспийская флотилия. Стоит отметить, что с начала объявления специальной военной операции в храме представители духовенства и прихожане молятся о скорейшем прекращении боевых действий. Также неравнодушные собирают для военнослужащих гуманитарную помощь. Любовь, она, как и все остальное, проявляется в поступках. И, конечно же, мы не только молимся, но и стараемся как-то, чем можем помочь людям, которые находятся в тяжелом положении сейчас. Собираем, да, что можем, что можем, жертвуем. Прихожане наши регулярно жертвуют. Мы собираем эти пожертвования, патриархию эти средства собираются. У нас есть синодальный отдел, социальный отдел и благотворительность, он так называется. И люди обращаются, им оказывается помощь. Стоит отметить, что в храме функционирует и детская воскресная школа. Учителя рассказывают ребятам библейские истории, разучивают христианские песни и многое другое. Не так много детей может быть в ней, но это самое главное, что есть воспитать новые поколения людей, людей, которые имеют представление о том, что такое добро, что такое зло, что такое грех, что такое добродетель. И это самое важное, что мы должны сделать в нашей жизни. Самые главные христианские праздники масштабно отмечает Каспийск. Помимо традиционных богослужений, на базе образовательных учреждений города и храма организовываются тематические мероприятия. Одним из самых важных и главных, конечно же, это праздник Пасхи. Мы его регулярно празднуем и в этом нам помогает и управление образования Лариса Несимовна, директора школ, директора дошкольных образовательных учреждений. Наша музыкальная школа принимает участие в этих праздниках. Дети танцуют, поют, читают стихи. Совсем скоро христиане Каспийска начнут готовиться к Масленице, Великому посту и Пасхе. Этот праздник символизирует победу жизни над смертью и традиционно является важной датой в православном календаре. Субтитры создавал DimaTorzok